Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день чествования Пресвятой Богородицы в честь ее иконы, именуемой Влахернская, за богослужением читаются два евангельских зачала. Богородичная – от евангелиста Луки, и дневная – от Матфея. Глава 15, стихи с 12 по 21. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, приступлюши ко Иисуса ученицы Его, реши ему, весили я ко фарисеи, слышавши слово, соблазнишися. Он же, отвечав рече, «Всяк сад Его же не насади, Отец мой небесный, искорениться. Оставите их, вожди суть слепи слепцем. Слепец же слепца ощеводит, оба в яву в подетосе». Отвещав же Петр, рече ему, «Скажи нам притчу сию, Иисус же рече им, Еди начали и вы без разума исте, Не у ли разумеваете, яко всякое же входит в уста, Во чрево вмещается и афедроном исходит. Исходящее же из уст, от сердца исходит, И та скверня от человека. От сердца исходит помышление злая, Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, Татьбы, лжесвидетельство, хулы. Сия суть сквернящая человека, А еженеумовенному рукам о ясе не сквернит человека. И исшед оттуду Иисус, А ты дева страны, Тирские и Сидонские. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, приступив к Иисусу, ученики Его сказали Ему, Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, Искоренится, оставьте их. Ибо они слепые вожди слепых, А если слепой ведет слепого, То оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал Ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, Что все, входящее в уста, Проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, Из сердца исходит, Сие оскверняет человека, Ибо из сердца исходят Злые помыслы, убийства, Прелюбодеяния, любодеяния, Кражи, лжесвидетельства, Хуления. Это оскверняет человека, А есть неумытыми руками, Не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Узнав от своих учеников, Что фарисеи соблазнились, Слыша о том, Что не входящее извне, А то, что исходит от самого человека, Оскверняет его, Спаситель замечает. Всякое растение, Которое не Отец Мой насадил, Искоренится. Святитель Хроматий Аквилейский Замечает. Поскольку книжники и фарисеи, Впав в предубеждение, Приступили закон Божий, То они насаждали свои собственные установления, А вовсе не Божьи. При этом хотели, Чтобы их установления Исполнялись как Божьи. Так что не без оснований они, Насаждая собственные учения, Заслужили того, Чтобы быть искорененными Господом. Продолжение Спаситель наставляет. «Оставьте их, Они слепые, Вожди слепых, А если слепой ведет слепого, То оба упадут в яму». Эти слова указывали на книжников и фарисеев, Ослепленных заблуждением своего неверия. Они не только не смогли Распознать свет истины, Не поверив в Христа, Но и влекли за собой в яму Гибели и других. Ефимий Зигабен поясняет, Что Спаситель называет их слепыми, Потому что поток страстей Ослепил их душевный глаз, И они не могут взирать на свет истины. Мало того, Они сами являются вождями, Ослепленных вследствие незнания Писаний. Апостолы восприняли, Как притчу слова Христа о том, Что пища, входящая в уста, Минует душу человека И извергается вон, Не оставляя и следа греха в душе. Но грехи, Исходящие из уст и сердца человека, Оскверняют его. Именно поэтому Петр И попросил Господа, Изъясни нам притчу сию. Дело в том, Что ветхозаветная религия иудеев Имела важный аспект Повседневной религиозной жизни. Понятие чистого и нечистого. Так в 11 главе книги Левит Приведен длинный список Нечистых животных, Которых нельзя употреблять в пищу. Это и верблюд, и заяц, и свинья, И страус и другие, Которым запрещено было прикасаться, В том числе после их гибели. Спаситель же утверждает, Еще ли не понимаете, Что все входящее в уста Проходит в чрево и извергается вон, А исходящее из уст, Из сердца исходит сие, Оскверняет человека. Священномученик Григорий Епископ Шлистельбургский пишет, Отметь, что твое сердце Есть ключ добра и зла в тебе, И что, следовательно, Ты полный ответчик За все твое внутреннее нечистое. А если ты полный ответчик За свое сердце, То надо тебе быть полным хозяином его. То есть надо, Чтобы сердце в твоих интересах Было проводником только одного добра, Но не зла и греха. Надо, чтобы и внешние влияния, Когда в них есть элемент греха, Сердце пропускало через себя, Как желудок пищу, Не оскверняясь ими, А чтобы добро текло из сердца Постоянной, широкой и свободной струей. Но что именно, дорогие братья и сестры, По словам Спасителя, Делает человека нечистым? Злые помыслы, убийства, Прелюбодеяния, любодеяния, Кражи, лжесвидетельства, Хуления – Это оскверняет человека. Митрополит Антоний Сурожский указывает, Что одно мы забываем. Забываем, что есть грех в нашей жизни. Делаемся к нему нечуткими. Забываем его легко. Скорбим о нем вмало. А вместе с тем, Это единственное несчастье человеческой жизни. Все остальное может быть чисто. Грех темен. Грех оскверняет. Грех убивает человека. Вот на что мы должны обратить наше внимание И направить все свои силы. Необходимо помнить об этом И следить за своим сердцем, Потому как Господь смотрит на то, Что есть в глубине наших сердец. Как отмечает святитель Феофан Затворник, Закон 1. Пришло злое помышление, Отбрось, и дело конец. Не отбросишь в первую минуту, Во вторую труднее будет, В третью еще труднее. А тут и не заметишь, Как родится сочувствие, желание, И решение, и средство явятся. Все эти грехи, дорогие братья и сестры, Господь перечисляет не для того, Чтобы мы пренебрегали ими, Но чтобы мы честно заглянули в свои сердца, Дабы искоренить любую скверну. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, Натя уповам, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя.